Депрессия 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 А что, кого-то другого? Депрессия – это сложный вопрос. Это болезнь. Не знаю, я счастливый человек. Депрессия – это такое состояние нехорошее, когда о чем-то переживаешь. Я только знаю, что у меня ее никогда не было, поэтому я ничего о ней не знаю. Когда человеку не за настроение. Симптомы – не хочешь ни с кем, наверное, общаться. У вас такое было? У меня было сразу после войны. После начала войны, непосредственно в моем случае, просыпаешься в 3 часа ночи и думаешь, а что дальше? А есть уверенность в завтрашнем дне или надо все-таки собирать вещи и куда-то уезжать? А куда уезжать? Потому что денег, собранных как-то на то, чтобы хотя бы определенный минимум времени как-то прожить, я не думаю, что есть у многих людей. У меня тоже нет. И все это, наверное, непостоянство, неуверенность в завтрашнем дне. Очень плохие, все грустно. Просто уже стало обычно вот так жить в депрессии. Нету как, не находишь себя, мешаешь себе быть счастливым. Вот депрессия, вон, такая работает. Вы сейчас в депрессии. Что вы чувствуете? Какие у вас симптомы? Там мало чувств в депрессии. Там только все серое. Там нету цветов, нету будущего. Там есть и настоящая вот эта жизнь, когда она вот забирает тебя, потом тебе становится даже интересно жить в этой депрессии. Потому что изучаешь, видишь, да, можно и жить на глубине моря, вот там, и еще остаться живым. Не знаю, не могу сказать. Апатия, запутанность, когда кажется мир в темных красках. Наверное, не могу дать точный ответ. У меня никогда не было депрессии. Мальчане. Они не выходят на контакт с другими людьми. Всегда без настроения. У меня были страхи. У меня было такое. У меня были страхи. Мне было тяжело находиться и на улице, и в доме. Постоянно вот чего-то, что-то мне казалось, что, ну, как сказать, ну, страшно было, страшно было. Наверное, плохое настроение для человека. Какие-то проблемы, когда у человека. Я, например, считаю, когда есть проблема, надо ее решать, а не впадать в депрессию. Во-первых, нету ни настроения, ни с кем не хочешь, ни разговаривать, ничего. Ирина, насколько верно участники опроса дали определение тому, что такое депрессия и какие у нее симптомы? Отчасти. Они имеют общее представление, что это действительно психическое расстройство, которым страдают люди. И многие даже действительно не понимают, что они в депрессии. Ну, вот мой мужчина говорил о том, что он вообще живет в депрессии. Но я бы уже сказала, что это даже не депрессия, это, скорее всего, уже другое какое-то психическое расстройство. Потому что вообще считается, что, например, на три месяца, от трех месяцев до года человек находится в таком негативном, правильно люди указывали, настроении. Когда снижена мотивация, ничего не хочется делать, это действительно так. И в будущем нет надежды, очень пессимистично мы смотрим на будущее. И, конечно, нету сил, энергии, ничего не хочется делать. Вот эта подавленность, она во многом, вот эти вот симптомы характеризует депрессивное состояние. Причем депрессия может быть различная. Различные виды, и в частности, например, сезоны. Вот мы сейчас с вами ведем разговор летом, когда есть солнце, когда есть хорошая погода, фрукты, витамины, можно общаться на улице. То есть депрессивных людей летом меньше? Меньше, меньше. Есть сезонная депрессия, когда особенно весной, осенью, когда, вот я думаю, что коллега поддержит меня, да, когда обращаются именно с какими-то проблемами, раздражение, пассивность, незнание, что делать. И вот эти вот моменты, конечно, говорят о том, что человек не может функционировать нормально и нуждается в помощи специализированной. Елена, а как же люди в северных странах? Ну, здесь дело не только в солнце. Солнце – это такой единственный какой-то элемент, который может снизить какие-то симптомы. Разные причины депрессии. Там же самые счастливые люди живут, между прочим. Вот есть, я хотела вам сказать о том, что даже есть рейтинг счастья по странам, и я думаю, что Молдова не в первых рядах этого рейтинга. Даже не в первых рейтинга. Совершенно верно. Здесь дело в том, что в зависимости от понимания депрессии, либо с биологической точки зрения, либо социальной точки зрения, разные подходы есть. Соответственно, здесь больше людей, которые недовольны жизнью, тревожны, имеют страхи. Это связано и с воспитанием, если мы берем социальный фактор. Это связано и с психикой человека. А отчего у нас слабая психика? Ну, скажем, сейчас поздно рождаются дети. Сами родители не совсем здоровые. По наследству передаются какие-то факторы. Даже есть такие взгляды, что именно депрессивные расстройства, они тоже имеют определенную наследственность. И дети, где-то 40% могут повторять вот эту симптоматику родителей. Поэтому здесь очень разные, разнообразные есть подходы. И нельзя однозначно сказать, от чего возникает депрессия. Это могут быть биологические, социальные факторы и даже геополитические. И вот женщина приводила пример по поводу страхов относительно войны. Мы с чем живем, очень тревожное время. И это достаточно объективный фактор. Аркадий, а насколько распространена депрессия в Республике Молдова? Кто и как ведет учет людей, которые страдают этим заболеванием? Ну, вы приводили некоторые проценты. Дело в том, что есть несоответствие в сборе данных. Потому что систематически у нас есть хорошая система в Министерстве здравоохранения по отчетности из медицинских учреждений. Но в частности в психиатрической службе или сейчас в сетке центров психического здоровья мы отчитываемся о тяжелых заболеваниях. В частности, о тех, которые у нас находятся на так называемом диспансерном учете. И это по дефиниции, по определению, это тяжелые заболевания. Тяжелая депрессия тоже тяжелое заболевание. Оно подпадает под диспансеризационный учет. Но, к сожалению, к нам в центры и вообще в медицинские учреждения больше обращаются с психотическими расстройствами, с интеллектуальными расстройствами развития, с биполярными расстройствами и меньше всего. Уже когда тяжелая депрессия, да, есть такие случаи. Поэтому то, что мы собираем системно, это не соответствует тем цифрам, которые мы знаем на международном уровне. 5-7% населения в определенный момент своей жизни имеют депрессивные симптомы общего населения. Это все возраста, да? Все возраста, это больше у женщин, меньше у мужчин. Тревожные расстройства. До 80% burden of disease. Всего как эти заболевания влияют на социоэкономические факторы, в том числе сколько лет инвалидности. Во всем мире это 80% из-за депрессии и тревожных расстройств. Подождите, вы говорите инвалидность. При депрессии назначают инвалидность? Да, да. В каких случаях? Смотрите, не обязательно инвалидность официальная, то, что мы привыкли говорить об инвалидности. Но есть в мировой эпидемиологии, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, использует так называемые термины поверия боли, или burden of disease. Насколько не только индивидуально затронуты болезнью, а также как социальный и экономический фактор. И вот это измеряется в так называемые годы, проведенные в ограничении инвалидности. Daily disability adjusted life years. Так вот, показывается, что по негативному влиянию на работоспособность, на способность человека функционировать во всех его областях жизни, самое большое влияние из всех психических расстройств все-таки это депрессивные и тревожные расстройства. Когда, как у нас, это психотические расстройства, в частности в большинстве своем шизофрении. По цифрам могу сказать, чтобы только вы поняли, мы собираем, именно из того, что мы больше внимания уделяем именно вот этим определенным расстройствам, у нас на 23-й год по системе по Минздраву в тотализаторе примерно 12 тысяч с чем-то на учете, о диспансерном учете людей с шизофренией, и только 3500 порядка с депрессией, и порядка 5000 с тревожными расстройствами. Хотя депрессивных и тревожных расстройств намного больше по международному. Но для того, чтобы именно посмотреть четкую картину в Молдове, нужны фокусированные, так называемые, студии, то есть исследования, и на уровне одного центра психического здоровья можно создать такую, если захотеть, собирать по методологии, собирать статистику, то мы повторим, скорее всего, во всяком случае, спекулятивно наше понимание, что мы примерно там же, где и на международном уровне. Это примерно пятая часть населения, да? Это примерно, ну пятая часть будет много. У нас есть большое исследование 20-22 года ВОЗа, который говорит, что седьмая часть населения, то есть 1 миллиард примерно населения, страдают каким-то психическим расстройством в общем счете, но и 80% примерно из них это тревожные и депрессивные расстройства. Ну вот и я нашла, и вы упомянули о том, что женщины страдают чаще депрессией, нежели мужчины. Есть какое-то объяснение этому? Есть объяснение, и как коллега говорила, у нас много факторов. Во-первых, мы должны четко понимать, что надо смотреть, как мы определяем депрессию. Есть общее понимание депрессии, есть слово в общеразговорном. В населении депрессия, я печален, но вот может человек сказать, что депрессивен. Но это не обязательно клиническая депрессия. То, что мы в медицине считаем заболеванием депрессия, это обязательно, и вот ваши опрашиваемые четко, практически весь спектр покрыли. Там обязательно не апатия, а именно чувство тоски, уныния, печали. Ангидония, то есть не получает больше удовольствия от тех вещей, которые раньше получали. Вот то, что говорили в черных тонах, что не видят чувства безысходности, чувства неожитурали, беспомощности, вот это. Потом проблемы с вниманием, проблемы с фокусом, с памятью и много других. Но обязательно это должно быть не обычной реакцией на стресс. Мы все люди можем быть опечалены в какой-то негативной ситуации, как ответ на негативную ситуацию. Это нормально, это не заболевание. Но если это длится больше, чем обычно, или по объему это более выражено, то есть врач, психотерапевт, психиатр или клинический психолог может поставить диагноз эпизода клинической депрессии даже до двух недель. Это должно быть слишком выраженное состояние, именно которое ведет к дисфункциональности. Уже то, что говорили, это поведенческие выражения депрессии. То, что человек не хочет никуда идти, человек изолируется, не идет на контакт, молчаливый и так далее. Вот это все вместе, это считается депрессией. Ну и еще раз, мы обычно не обращаемся при легких формах, средних формах, не обращаемся за помощью, и поэтому очень сложно сосчитать, собрать правильную статистику. И я хотела бы еще раз заострить внимание, именно есть бытовое представление вот этого слова, что такое депрессия. Не просто плохое настроение, нет, этого мало. Вы правильно сказали, там должны определенное количество даже именно вот этой симптоматики быть для того, чтобы она была именно признана, вот это состояние призвано депрессивным. Я хочу вернуться к нашему вопросу. Почему возникает депрессия? Как преодолеть этот недуг? Своим опытом и мнением делятся участники нашего вопроса. Давайте посмотрим. Ну, от плохого настроения, да. Ну, от хорошей жизни точно не бывает. После определенных моментов в жизни, сложных моментов в жизни, скажем так, или болезнь сложная, или же какие-то отношения сложные. Ну, это из каких-то жизненных трудностей. И, может быть, ну, скорее всего, да, это просто жизненные трудности и как бы совокупность проблем и все на кучу. Я знаю, откуда она появляется. Если нет поддержки от родителей, как у некоторых покорения сейчас, которые есть, у них нет поддержки от родителей. Ну, причина – это если кто-то в семье болеет, например, или же, вот как у нас, вот в Украине, война тоже, как бы, и это все такое вот вызывает депрессивное состояние. Я считаю, что из-за характера человека, наверное. А что с характером? Ну, люди же разные есть. Есть сильный характер, есть слабый. То же самое, как вот есть женщины, которые позволяют, чтобы их мужчина били. То же самое. Характер такой, жертва. От всего. Когда денег нет. Когда что-то... Ну, от всего. Наверное, исходя из того, что мы постоянно живем в стрессе, да, есть определенные люди, которые трудно на сегодняшний день находят средства для того, чтобы создать хотя бы минимальную, да, минимальные какие-то условия для себя и для семьи. Не имеют уверенности в завтрашнем дне. Исходя из того, что мы прошли через ковид и через то, что рядом происходит война, я думаю, что все, это влияет на то, что мы на сегодняшний день, большое количество людей все-таки живут в депрессии. Нужно обязательно к специалисту обращаться. Какая? Ну, самое меньшее – это психолог, но лучше даже к психиатру. Наверное, самому надо вылечивать депрессию. Вот завтра я записался на психологу и потому что иду к психологу, потому что убиваю свое тело и потом должен идти еще где-то в монастырь, чтобы душа тоже осталась вовнутрь. У каждого свои, наверное, методы лечения депрессии. А вы как считаете? Нужно самому или к специалисту? Я бы сам, наверное, справился. Не самому, к специалисту. Если есть поддержка от других, можно с ними поговорить. Думаю, что надо к специалисту. К психологу, наверное. Я ходила, да, к психологу, общалась с психологом. Как бы, ну, немножко меня это успокоило. Вы знаете, за границей ходят к психологу, а у нас ходят к подружке. И все. Работать и депрессия пройдет. В первую очередь очень важно, если есть люди, с которыми все это обсудить. Мне очень повезло в жизни, в том, что у меня есть круг, круг друзей, которые со мной по жизни, вот сейчас уже скоро будут 30 лет, с которыми я знаю точно, что в случае, если мне хочется проплакать и сказать, да, вот то, что у меня болит, то, что меня волнует, то они меня поймут и не будут осуждать. Один из участников вопроса говорит о том, что депрессия убивает мое тело. Какие физические симптомы сопровождают депрессию, Елена? Ну, во-первых, плохо человек спит, может плохо спать. Это может быть связано еще с нарушением пищеварения. То есть, многое симптоматика, она даже путает, скажем, депрессивные симптомы с другими болезнями и часто она скрывается, она такая, как бы, мнимая депрессия. А с чем путает депрессию? Ну, путает, допустим, с, скажем, с проблемами, когда психическое состояние вызывает физические какие-то нарушения. Да? Вот это в основном. То есть, мое стресс определенный какой-то и я не могу выйти из этого стресса. Соответственно, вот возникают такие симптомы. Но надо сказать, что лечение депрессии, оно связано с тем, как мы понимаем причину. Вы правильно задали вопрос, какова причина депрессии. И вот здесь, когда вот тоже коллеги задавали вопрос, почему именно женщины в большей степени страдают, потому что они эмоциональны. И первый как раз аспект эмоциональной сферы, это как раз признак именно депрессивного нарушения эмоциональной сферы. Женщины более эмоциональны, они реактивны на то, что происходит. И, соответственно, не могут регулировать свое эмоциональное состояние. Значит, они выходят из этого состояния тоже проще и быстрее, чем мужчины? Может быть такое тоже, поэтому здесь, в принципе, если специалист правильно направляет женщину, действительно, она может и как войти, так и выйти. Пообратите внимание, женщина говорит о том, что мне достаточно поговорить с подругами. Конечно, не всякая подруга сможет помочь, потому что она может даже еще усугубить состояние, если они вместе, вдвоем, одна плачет и другой человек плачет. То есть, усугубляется само состояние. В общем, мы идем жаловаться только жизнерадостным людям. И более того, если человек сам понимает свою ситуацию не только как жалобу. Обратите внимание, одна из девушек сказала, родители не помогают. А какой уровень развития этой молодой девушки? Это еще детский уровень. Здесь необходимо брать ответственность на себя. И когда ты сталкиваешься со стрессовыми факторами, которые могут и в дальнейшем привести к депрессии, то ты должен применить какие-то коппинги, то есть преодоление этих трудностей. Есть разные аспекты. Вот даже женщина одна жаловалась на то, что если будет война, у меня нет денег. Это значит, что она планирует, что ей нужно делать в такой трудной ситуации. Это уже не депрессивное состояние. Она уже может создавать более благоприятное состояние, когда она думает о будущем с более позитивной точки зрения. В депрессии нет такой позитивной точки, там пессимизм. И, соответственно, человек беспомощный не знает. И вот этот копинг обращаться только за советом к другому или к родителям за помощью, да, это один из выходов, но не самый продуктивный. Здесь необходимо переработать информацию таким образом, чтобы можно было трансформировать ее в более позитивное восприятие. А если мы этого не можем, что нам помогает? Именно прием у психолога. Он нам поможет перестроить именно свое восприятие жизни, схему, картину мира в другом русле, чтобы мы обрели и позитивные эмоции, чтобы появилась мотивация, чтобы мы по-другому себя стали чувствовать. Аркадий, а какие ранние симптомы депрессии, и как ее не перепутать с другими заболеваниями? Ну, хорошо, что мы повторяем еще раз, что это заболевание, но у нас научный подход к всему этому делу. Все, что говорили ваши опрашиваемые, это одни из факторов риска, которые контрибуют, которые способствуют но это не патогномические линии настоящие причины, потому что у нас сейчас много, мы знаем даже то, что говорили, генетические факторы, у нас есть специальный ген, который кодирует, то есть два варианта гена, который кодирует трептофан, транспортировку энзим, транспортирующий, трансформирующий серотонин, и там есть маленькая и большая варианты гены, если у обоих родителей маленький вариант гены, то риски ребенка сделать депрессию, получить депрессию намного выше, чем у общего населения. Это один из факторов, конечно, очень важно первые годы развития ребенка, это очень сильно влияет на риски становления депрессивного состояния. А как мы можем повлиять на первые годы, для того, чтобы минимизировать такое состояние? мы можем повлиять, любя ребенка очень много, поддерживая его и защищая, и очень много физического контакта. Дело в том, что до четырех, до периода прунинга наша нервная система, она формирует то, что назвать главные связи в мозгу, в том числе главные системы, нужные для копинга, и одна из очень важных систем, это так называемая эндорфиновая система, которая отвечает за обезболивание, которая снижает боль и физическую, и психическую, и она формируется при физическом контакте мамы с ребенком, в том числе обнимашки, поглаживания, вот если вы заметите, когда млекопитающие за ухом, да, и инстинктивно мамы тоже, когда ребенок плачет, она гладит его вот здесь, это приводит к тому, что усиливается так называемая эндорфиновая акса, или акса гипоталама, гипофизарная акса, которая запускает вот этот эндорфин, эндорфин это эндоморфин, это внутренний анальгезик, внутренне обезболивающий человека, если у него этого не сформировалось, ну это одно из них, потом связи между кортексом и лимбической системой, в частности амигдалой, тоже очень важны, мы видим физические изменения на ядерно-магнитном резонансе у депрессивных людей, там меньше связей, синапсов, то есть тех физических связей, которые должны успокаивать стресс, потому что мы все можем быстро ответить стрессом на какой-то негативный опыт, но потом наша умная социальная корка головного мозга, она через гиппокамп успокаивает или ингибирует те цепи стресса. Это все действительно причины, что делать, мы обычно все-таки смотрим от лечения, зависит очень много от многих факторов, в том числе какая персонасть, насколько тяжелый эпизод депрессии, очень часто мы начинаем с антидепрессантов селективных серотонинов фингвитеров, но есть и вторая линия, мы должны сказать, к сожалению, что от трети до пятидесяти процентов отвечают на первую линию медикаментозного лечения, если это тяжелый, мы всегда в тяжелых депрессиях начинаем с медикаментозной терапии, если это легкие или средние тяжести по нашим специальным скалам эпизод, то мы можем начинать и те, которые имеют возможность делать и психотерапию, в частности это когнитивно-поведенческие психотерапии. мы можем сейчас четко сказать, у кого легкая форма и кому достаточно психотерапии, а кому необходимо прям срочно сегодня запись? У нас есть инструменты, вот последнее время у нас в медицине есть, мы ориентированы на доказательную медицину и у нас все лечится по протоколам, которые в международном, это рекомендации международные и по протоколам у нас есть специальные инструменты, как измеряются эпизоды депрессии, это депрессивное расстройство или это эпизод солитарный. И очень важно сказать, вот сейчас как многие говорили, что это реакция на какие-то стрессовые факторы, в том числе война, это не так. человек здоровый, он может ответить неприятным расстройством, то есть диспозит настроением и быть опечаленным, но он не дает депрессию, это со временем успокаивается. Вспомните, как мы переживали первые месяцы после войны, и как сейчас. Я с вами возражусь, извините. Я прошу прощения, я только объясню научный взгляд на это дело, потом... Ну, наука разная бывает, и медицинская, биологическая, и психологическая, где разные подходы. Вы в основном сейчас говорите о генетическом подходе. И по этим инструментам, по этим протоколам, мы смотрим, насколько тяжелая, в частности, в функциональном плане эпизод депрессивный, и мы знаем, что при депрессивном расстройстве каждый последующий эпизод, он все меньше запущен, да, или стрессовым состоянием. Обычно после третьего, четвертого, на четвертый эпизод, это может быть депрессия не связана ни с каким плохим негативом. возникающая на ровном месте? утром настроения никакое. Да, первый эпизод это связан и это у нас для прогноза лечения, это очень хороший прогноз, когда действительно, даже если это тяжелый депрессивный эпизод, он запущен серьезным триггером, да, стрессом, потерей, войной и так далее, неудачей на работе, в семье, что-то такое. Если на третий, четвертый когда-то уже депрессивное расстройство, они повторяются, эти эпизоды, тогда практически мы знаем точно, что на четвертый, на пятый эпизод будет и шестой, потому что он практически не будет связан с тем, насколько у тебя все хорошо, и он триггируется из внутренних уже не связанных с внешним внешних факторов, поэтому лечение, психотерапия при среднем и легких формах обязательно мы начинаем с медикаментозной терапии, когда уже человек приходит к нам в тяжелой депрессии, особенно с суицидальными мыслями, иногда у нас есть специальный эпизод депрессив север с психотическими симптомами, то есть когда человек отрывается от объективной реальности, у него могут быть галлюцинации, могут быть бредовые идеи помимо всех остальных признаков депрессии опасная болезнь, если она сопровождает совершенно другое заболевание, поэтому здесь надо говорить, что депрессия может быть при жезофрении и так далее, то есть она сопровождает другие болезни, это не то, что вот как бы только отдельно плохое настроение и все, нет, оно может действительно быть вместе со всеми, и тревожные, и страхи, и все остальное. Вот я подержу, буквально на днях, два-три дня назад в очень престижном научном журнале Nature была опубликована серьезная работа коллег из Стэнфордского университета, которые показали биоварианты, то есть гетерогеничность депрессии, потому что у нас действительно есть практически депрессия с разными симптомами, с тревожным состоянием, депрессия, которая отвечает на медикаменты, на первую линию не отвечает, и там были выявлены разные шесть биотипов депрессии, и сейчас все больше мы будем ориентированы на лечение определенного подтипа депрессии, которая будет больше давать, более эффективно отвечать на первую линию лечения, будь то психотерапевтическое лечение или фармакологическое. Я хотела бы все-таки немножко даже, наверное, по-другому повернуть взгляд на депрессию, вы, конечно, как врач говорите со своей точки зрения именно физиологической, это правильно и нужно, это тоже наука, и, соответственно, здесь нужно говорить, я согласна с вами, что все начинается, безусловно, тоже в детстве, и психологи говорят о том, что первый год жизни это может быть именно недоверие к миру, то есть страхи, переживания, от чего они возникают? От того, что мать не дала такого контакта, понятия именно безопасности, и человек всю жизнь сопровождает вот эти чувства, и поэтому он, естественно, в первую, любой какой-то факт действительности рассматривает с точки зрения собственной безопасности. Кроме того, надо посмотреть, как шло развитие самого человека. Вот женщина сказала по поводу характера, здесь какая схема вообще восприятия мира, он угрожающий, ты можешь, ты имеешь ли право в этом мире действовать, или ты беспомощный, и тебя нужно все время контролировать. Опять же, это задача воспитания, в каком контексте воспитали этого ребенка. И когда вы сейчас говорили о различных медикаментозных влияниях на человека в депрессивном состоянии и в, скажем, других заболеваниях, но что делает психолог? Он не применяет, конечно, он может тоже сопровождать свою помощь тоже медикаментами, но в основном это изменение вот этого восприятия мира. Может быть, это определенный тренинг, каких-то уверенностей в себе, когда человек не может контактировать. Женщина говорит о том, что у нее прекрасные друзья, но это ее достижение. Она смогла это достичь в своей жизни, что он не поддерживает долгое время вот такой контакт. И это более благополучно, она в большей степени защищена, а другие не могут. А это, например, возникает на уровне подросткового возраста, когда ребенок учится дружить, понимать других людей, эмпатировать им, взаимодействовать с ними. Если этого нет в жизни человека, то, соответственно, он остается в одиночестве, беспомощный, и поэтому вот эта беспросветность, вот эта пассивность и, скажем, пессимизм, он превращается в заболевание. И, безусловно, дальше депрессия может переходить в хронические формы, а дальше переход в другие психопатические состояния. Я хочу, чтобы вы поговорили об этом, запущенная депрессия, депрессия, которую не лечили, она к чему может привести последствия? Вот уже врачу, конечно, тут конкретно, может, психиатрическая, правильно, когда вы спрашивали, а к кому идти? Конечно, уже психиатр, как врач. А психолог в этом отношении, он только может профилактировать продвижение этого вот состояния, где-то остановить, вернуться на предыдущие этапы. Хорошо, Елена, ну, смотрите, прежде чем Аркадий ответит, давайте мы сейчас четко дадим определение, кто может обращаться к психологу. Вот в том случае, когда мы говорим о депрессии, какие формы депрессии могут обращаться к психологу и кому все-таки нужно идти к психиатру? Психиатр там уже... А психиатре, наверное, Аркадий ответит, а что касается психолога? В большей степени. Здесь даже негативное состояние, невротические неадекватные проявления. Вот у ребенка, у подростка может быть раздражение, агрессивность даже. Уже нужно показать его психологу, потому что это может быть тоже скрытные симптомы именно депрессивного состояния у подростка. Дальше. Когда снижаются энергетические показатели, у меня нету сил, я не могу подняться с постели и так далее. Это тоже уже сигнал того, что нужно идти к психологу. Я ничего не хочу делать, я не вижу никакого проблеска в этой жизни. Понимаете? То есть это уже показатели того, что нужно обязательно обращаться. И это длительно продолжается. Вот мы говорим, у вас съемки идут на фоне природы. Это хорошо. Люди гуляют, люди взаимодействуют с природой, наполняются энергетикой ее и так далее. А когда даже эти прогулки и, скажем, движения, нежелание двигаться, вот это тоже проблема того, что человек, даже природа не может помочь. Давайте чуть о помощи поговорим. Я очень надеюсь, что нам хватит и на это время. Аркадий, последствия депрессии, которые не лечили? Ну, последствия плохие. У нас есть четкие исследования, которые показывают, что хорошее лечение первых эпизодов депрессии, то есть первый, самый первый, если это депрессивный эпизод. Мы все-таки рекомендуем и к одному идти, и к другому. И к врачу, и к психологу. Дело в том, что, ну, скажем так, клиническая психология или психология основана на доказательствах. Она только сейчас начинает развиваться на просторах нашей Молдовы. Но, в принципе, у нас нет хороших данных вообще в науке, что психотерапия может помочь при тяжелой депрессии. Поэтому правильно поставить диагноз очень важно. Здесь может это сделать психолог, но они по опыту знают, когда здесь не будет. Потому что психотерапия работает на холодное. Она занимается, как говорит коллега, занимается глубинными убеденческими моделями, которые приводят, когнитивными моделями, которые такие на низком уровне, в характере действительно, они способствуют уменьшению резистентности человека к стрессовым факторам, которые могут привести к депрессии. Но, если мы в тяжелой депрессии, действительно, к врачу, к семейному врачу в первую очередь, сейчас они очень хорошо обучены нашими партнерами, обучены хорошо диагностировать психические заболевания, к психологам, психотерапия, если это средняя или легкая форма, в основном когнитивная диалектическая терапия, это то, что действительно помогает, то, что не помогает тянуть хата за хвост, или время тянуть когда-то человек в депрессивной тяжелой форме. Поэтому, если не лечится, обычно так, мы лечим первый эпизод, при первом, даже при тяжелых очень часто не обращаться, на второй эпизод мы должны лечить намного лучше его, чтобы не повторился третий, четвертый. На четвертом, пятом эпизоде уже процент повторения, чтобы это был шестой эпизод, это будет 90%, хотя на первом эпизоде это только 15%. Вот почему очень важно лечить до конца и не только основные симптомы, гетонию, печаль, то есть аффективное расстройство и другие, но также физические симптомы, в том числе бессонницу, головную боль, тревожное расстройство мы рекомендуем очень конкретно долечивать до конца, потому что это уменьшает риск хроницизации или становления постоянной формы тревожности, то есть то, что мы называем уже не тревожным эпизодом, а тревожным расстройством и очень часто может быть, что тревожное расстройство, извините, не тревожное, а депрессивное расстройство, которое может оставаться веками, оно не обязательно переходит в другие формы, оно может просто быть чаще с обострениями, чем до этого, и те обострения, каждый новый эпизод, он чаще, чем раньше, он хуже, чем раньше, и менее связан с внешними стрессорами, чем раньше, вот это характеристики тревоги, извините, депрессивного расстройства, с каждым его новым, а если это постоянное уже, ну, здесь надо бить тревогу, это может приводить к инвалидности, действительно, к добавлению других, также серьезных психических заболеваний. мне подсказывают коллеги, у нас полторы минуты до конца, то есть понятно, когда необходимо обращаться к психологу, когда необходимо обращаться к психотерапевту, к психиатру. Давайте поговорим о методах самолечения, о методах самопомощи, что можем мы сделать тогда, когда речь идет о легких формах, если я правильно выражаю. Легких и средних. Да, я против того, чтобы употреблять какие-то медикаментозные средства без согласования с врачом. Вот чаще всего вот это вот антидепрессанты и так далее пытаются все-таки как-то наладить свое состояние. Но их и не дадут без рецепта. Ну, в любом случае, да. Уповают только на это. А я думаю, что здесь необходима физическая культура, чтобы в большей степени двигался человек, чтобы в большей степени на природу выходил. И это постепенно. Пусть даже и сегодня не так хочется просто себя в этом отношении как бы заставлять. Это должно, слушайте, те, кто живет рядом с теми, кто страдает и депрессия, не только те, кто страдает. Понимание этих людей. Понимание этих людей, потому что здесь человек думает, что он просто ленится, лежит, ничего не хочет делать. Нет, это действительно сложно эмоциональная поддержка таких людей. И здесь, соответственно, конечно, пересмотр своих взглядов, потому что здесь очень важно изменить картину мира, в которой ты находишься. понимать, что ты можешь это сделать. Аркадий, вы хотите добавить времени 30 секунд? этот пересмотр должен быть под руководством специалиста, потому что пересмотреть можно и болеть, и медитации. Очень хорошо, есть много сейчас ресурсов в интернете по медитации. Доказано в исследованиях, что медитация типа mindfulness, например, где много-много информации везде, очень серьезно снижает частоту депрессивных эпизодов. И вообще для тревожных расстройств, для неврозов медитация очень хорошо помогает. Вот психология с пересмотром своих убеждений и физическая культура замечательная. Огромное вам спасибо за эту интересную дискуссию и полезную. Депрессия это серьезное психическое заболевание, которое влияет на настроение, мысли и поведение человека. Это не просто плохое настроение или временная усталость, а состояние, требующее внимания и лечения. Депрессия может возникать по разным причинам, включая генетическую предрасположенность, хронический стресс, переживания травматических событий, изменения в биохимии мозга. Симптомы депрессии могут варьировать, но чаще всего включают постоянное чувство грусти или отчаяния, потерю интереса к обычным занятиям, изменения в аппетите и сне, усталость, трудности с концентрацией чувства вины или бесполезности мысли о смерти или самоубийстве. Без лечения депрессия может серьезно повлиять на личную жизнь, работу и отношения, увеличивает риск развития различных заболеваний. Депрессию необходимо лечить. Это может быть психотерапия или медикаментозное лечение. Помогут и изменения в образе жизни, увеличение физической активности, улучшение питания и регуляция сна. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующий вторник в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин